Я получил образование как оперный певец, также у меня есть высшее образование как дирижер академическим хором, но помимо этого еще колледж музыкальный и несколько лет обучения классических виталий. Почему нет? Если серьезно, с раннего детства я рос в такой среде, где звучала разная музыка. Это и Владимир Семенович Высоцкий, и классическая музыка, и в том числе рок-музыка. То есть я с раннего детства существовал, если так можно вырасти, на грани вот этих различных жанров музыкальных направлений. Это закономерно, я всегда слушал рок-н-ролл, поэтому в этом нет ничего необычного, вполне себе нормальная ситуация. Конечно, определенных усилий это потребовало, но нельзя сказать, что это было прям трудно, потому что до своего творчества, до работы в группе баллады и до сольного творчества в качестве проекта Ярослав Маэстро, где сейчас выпускается альбом, первый альбом номерной, до этого я уже участвовал в рок-коллективах, то есть это харденфевер-группа, это рок-группа без каких-то стилевых ярких особенностей. И также у меня есть опыт пения в ансамбле, как-то принято говорить, кавер-группа, то есть это мы на различных мероприятиях выступали, или песни, поэтому это не случайно ничего, в этом такого необычного нет. Перестройка, конечно, была, когда ты долгое время занимаешься классической музыкой и делаешь карьеру как классический оперный певец, то есть выполняя русский роман, супернеарий, конечно, голос перестраивается, ментал перестраивается и технология, есть отличия технологические в плане пения, но еще раз повторюсь, что когда есть внутри понимание эстетики и знание, как технически это сделать, то тут вопрос, чтобы это было хорошо, это дело практики и сознательного волевого усилия, то есть это вполне реально, в этом ничего такого сверхъестественного нет. То, что мы делаем сейчас, это вполне конкретно имеет название, это русский классический хайвинг, это Russian Classical Хайвинг. Откуда такое название, что оно значит? Очень здесь все просто, русский, потому что мы люди русские, приверживаются русской культуры и в основе своего творчества так или иначе мы опираемся на русскую культуру, это литературная культура, музыкальная культура, классический, потому что мы стараемся опираться на каноны звучания этого жанра в определенном смысле, состав, две гитары, бас, барабаны, тяжелые перегруженные гитары, определенный драйв и мелодичность музыки. Также вот этот классический русский хайвинг, важным моментом в этом является то, что мы в своей музыке опираемся на классические законы аранжировки, то есть определенный способ сочетания, аранжирования музыкального материала лежит в основе фундамента нашей музыки, поэтому это название, оно не случайно, оно не надуманное, оно сознательное, осознанное и вполне отражает то, чем это является. Ну, как ты думаешь, конечно, повлияло? Ну, все, что с нами происходит, все, что есть вокруг нас, что есть в нашей жизни, оно все влияет на нас, да? А тем более, когда ты с раннего детства слушаешь, впитываешь эту музыку, конечно, повлияло на мышление, на музыкальное мышление, на вкусы, на внутренний мир, это все получило выражение в нашей музыке, конечно, повлияло. В конце августа этого года выходит альбом Ярослав Маэстро, альбом называется «Художник». Альбом состоит из произведений, написанных на стихи русских поэтов-классиков. Это хови-метал альбом, тот самый русско-классический хови-метал, о котором я говорил ранее. Элементы вот этой подхода к музыке, уже заложенные внутри этого альбома. Это классические поэты, классики, стихи, оригинальные, какие-то работы. То есть, такой интересный альбом. Ну, на мой взгляд, альбом получился хорошим. Очень много сил, времени, ментала, души было положено в этот альбом. Оценивать, конечно, вам, но с моей стороны могу сказать, что лично я считаю, если спросить моего внутреннего критика, то я думаю, что на четверочку этот альбом из по активальной шкале можно. Почему не на пятерочку? Потому что пятерочка – это идеал, и к идеалу мы всегда стремимся. Я думаю, что мне, как музыканту, как Творца, очень есть куда расти, есть куда стремиться. Но на данный момент времени эта альбома сочетает в себе то, что туда хотелось заложить. Это фундаментальный труд довольно интересный. Слушайте, в конце этого лета уже можно будет обвести на электронных площадках. Есть такая фраза «Случайность – это псевдоним Бога». Так вот, случай с этим альбомом – это тот влияние того самого псевдонима, потому что, с одной стороны, я всегда любил русскую поэзию, я всегда любил тяжелую музыку, хэви-метал, хард-рок, металл. Я всегда слушал, всегда любил классику, всегда бах, вообще мой любимый композитор. И все вот это вот как-то во мне очень долгое время существовало. И в один момент вот та самая случайность почему-то натолкнула меня соединить стихи Иосифа Протского с той музыкой, которую я писал. На удивление, меня не испугало то, что получилось. Даже было стойкое ощущение, что как будто это и должно было произойти. И так появилась хэви-метал-поэма художника на стихотворении Иосифа Бродского художника. Хэви-метал-поэма Иуды и Магдалины на стихотворении Иосифа Бродского художника. А затем музыкальная мысль как-то стала развиваться. И вот этот внутренний творец проснулся и засыпать не хотел, пока не дописал этот альбом. Вживую этот альбом можно будет услышать этой осенью. Планируется серия концертов в поддержку альбома пресс-конференция, которая пройдет в Самаре. В настоящее время это все готовится, планируется. Следите за информацией на официальной странице, подписывайтесь на официальные сети, официальные сети группы, на сайте. Везде все это будет. Пока точную дату сказать не могу, но ориентировочно это конец. Трудно сказать, что повлияло в большей степени. Наверное, тот самый внутренний зов, который у нас во всех звучит, нас предотвлечет. И тот самый внутренний голос, который нам не дает покоя. На протяжении всей жизни пока. И тот самый голос, который мы так отчаянно пытаемся заглушить. Почему зря? Вот, наверное, вот это самый главный фактор. А вообще, все, что в жизни человека присутствует, с ним случается и происходит, все влияет на нас. Поэтому сам жизненный путь, он определяет направление, он определяет формы и события. Что в большей степени, наверное, вот этот самый зов. Субтитры создавал DimaTorzok